В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. Жуткая авария произошла сегодня утром в центре Москвы. Такси оказалось зажатым между автобусом и грузовиком. Легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла. На месте погибли водитель и пассажир. Девушка села в машину за несколько секунд до рокового столкновения. Предполагаемый виновник ДТП, водитель грузовика, позорно сбежал. Алла Смотрикова работала на месте трагедии. До трагедии считанные секунды. У выхода станции метро улица 1905 года припарковалась машина такси. Тут же из дверей выбежала девушка и спешно села в салон. Автомобиль не успел даже тронуться с места. Как вдруг грузовик на полной скорости влетает в легковушку. Около 9.30 на улице 1905 года в районе дома 11 произошло столкновение трех транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении. Коммерческого автобуса, грузового автомобиля и автомобиля такси. И пассажир которого погибли. Куда так торопился водитель самосвала, пока остается загадкой. Очевидцы видели, как прямо перед аварией он пронесся на красный свет по встречной полосе. Я переходила на дорогу при переходе и повернула на право. И в этот момент девушка садилась в такси. Ехал так грузовик на огромной скорости. И он продавил это такси и снял автобус. У такси не было пути отступления. Автомобиль оказался зажат между автобусом и грузовиком и буквально превратился в гармошку. Сложно поверить, что эта груда металла всего несколько минут назад была машиной. В таком ДТП не было шансов выжить ни у таксиста, ни у его пассажира. Когда водитель грузовика увидел, что буквально всмятку раздавил автомобиль, сразу скрылся с места аварии. Момент его побега сняли на камеру очевидцем. Вот он не спеша вылезает из кабины и смотрит на результат своих действий. Буквально раздавленная легковушка и двое убитых людей. 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. По некоторым данным, за этим грузовиком числится 3 ДТП и более 100 штрафов. Полицейские установили личность водителем. Это 27-летний Вячеслав Пивовар. Также стражи порядка выясняют, что самосвал делал в такое время в центре Москвы. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Алла Смотрикова, Вячеслав Черненок, Петровка, 38. Украсть за пару секунд, а потом сесть в тюрьму на несколько лет. По такому сценарию жил вор-рецидивист, которого вычислили столичные сычки. Очередное преступление он совершил на станции метро «Киевская». Злоумышленник подкараулил у входа девушку, а когда она положила телефон в карман, вытащил его. Мастерство, как оказалось, оттачивалось годами. 37-летний гость столицы был неоднократно судим за карманные кражи. А вот на допросе засмущался, как будто в первый раз. Я не соображал в то время ничего, как, почему. Где в настоящее время похищенное имущество? Вообще не в курсе. И снова мужчина лукавит. Телефон стоимостью 12 тысяч рублей он сдал в скупку. Оперативники нашли и изъяли его. Распространенная ошибка пассажиров метрополитена при заход в метрополитен дверях. Они убирают свои мобильные телефоны, также имущество в карманы и в открытые сумки. И не следят за ними. Соответственно, преступление происходит буквально за 2-3 секунды. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы. Криминальное мастерство в столичном регионе оттачивал и приезжий Смоленской области. Он снял домик в Одинцовском районе и открыл свой бизнес. Повсюду канистры, колбы, шприцы, а также ингредиенты для изготовления наркотиков. Есть и готовое зелье. 4 килограмма мефедрона. Это то, что драгдилер не успел сбыть. Оказалось, что молодой человек сам варил зелье и сам распространял. Его задержали как раз в то время, когда он ехал делать закладки. Автомобиль наркоторговца остановили для рядовой проверки документов. При беседе с сотрудниками полиции мужчина вел себя подозрительно и сильно нервничал. В связи с чем было принято решение доставить гражданина в территориальное подразделение для проведения личного досмотра. В рюкзаке злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с порошкообразным веществом. Это тоже был мефедрон собственного изготовления. Более 300 граммов. Задержанный новичок в криминальном деле, но в беседе с полицейскими не растерялся. За что задержан? Да. Подъем пакета для личного использования. Какого пакета? На время следствия молодой человек заключен под стражу. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В Новой Москве двое молодых людей промышляли кражами силового кабеля из фонарных столбов. Злоумышленники похитили почти километр провода. Ущерб от их действий 3,5 миллиона рублей. Часть похищенного полицейские изъяли при обыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Из США в Москву контрабанду наркотиков предотвратили внуковские таможенники. Руководил УПГ мужчина из Америки. Он отправлял посылки и координировал действия российских подельников. Сначала был задержан получатель международного отправления. При себе у него был поддельный паспорт. В посылке находились три бутылки из-под шампуня, наполненные гашишным маслом. Позже полицейские вышли на двоих его подельников. У них изъяты еще полтора килограмма гашишного масла, а также кокаин и галлюциногенные грибы. Контрабандистам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В Приморском крае прошла профилактическая операция «Нелегал». Сотрудники полиции проверяли вокзалы, гостиницы, кафе и рестораны, магазины и предприятия. Составлено более тысячи административных протоколов за нарушение миграционного и трудового законодательства. 64 человека, организовавшие так называемые резиновые квартиры, где мигрантам делали фиктивную регистрацию, предстанут перед судом. Еще четверо ответят перед законом за подделку документов. 107 мигрантов будут выдворены за пределы нашей страны. Рискнуть один раз и обеспечить себя деньгами на всю жизнь. Таков был план действий жителя Барнаула. Мужчина вынес из ювелирного магазина целый чемодан с драгоценностями и, как говорится, залег на дно. Злоумышленник искренне верил, что ему удастся обмануть сыщиков. Но оперативники разгадали коварный план, задержали грабителя и нашли похищенные украшения. Материал Дениса Бушуева. Может показаться, что у алтайской экспедиции золотокопателей наконец-то удачный день. На территории частного дома найден клад. Но, конечно, полицейские таким не занимаются. Эксперты-криминалисты фиксируют место тайника. Пакеты под завязку набиты краденными ювелирными украшениями. А вот и сам вор. Мужчина обчистил магазин с драгоценностями. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался местный житель, работавший помощником охранника в частном охранном предприятии, которое обслуживало данный ювелирный салон. Его задержали по месту временного проживания в Барнауле. Вот он ранним утром выходит из торгового центра, где находится ювелирный магазин. В чемодане украденные драгоценности и еще 80 тысяч рублей. Их злоумышленник прихватил из кассы другой торговой точки. При этом у мужчины уже продуман план побега. Злоумышленник заранее снял квартиру. Ворованные драгоценности на новое место проживания брать не стал, а закопал их в другом месте. Хотел отсидеться, а потом вернуться и зажить долгой и счастливой жизнью со своими несметными богатствами. Но не успел. Только по предварительным подсчетам сумма ущерба более 100 миллионов рублей. Возможно, пару миллионов мужчина собирался отдать тем, кто ему помогал заметать следы. Злоумышленник арендовал квартиру не на свое имя и закопал тайник не на своем участке. Сам же задержанный во всем сознался. Был краток, но скрыть огорчение не удалось. Мужчина явно рассчитывал на другой исход событий. Что толкнуло на преступление? Жизнь. Вы вообще так долго думали, удастся скрываться? На что рассчитывали? Вы рассчитывали, чтобы удастся уйти. Теперь уже избежать наказания точно не удастся. За кражу в особо крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Его возможных сообщников полицейские устанавливают. Денис Бушуев, Андрей Черненок, Петровка, 38. В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили диверсию. Гражданин Украины, завербованный СБУ, собирался подорвать объект энергетической инфраструктуры. У мужчины нашли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию, а также схема расположения опор линии электропередачи в одном из районов Крыма. По оценкам специалистов, в случае повреждения ЛЭП без света могли бы остаться более 5000 потребителей, в том числе социальные объекты полуострова. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ». Задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений. В Чите двое курьеров внезапно лишились своей работы. Делали они ее очень быстро, и нареканий со стороны руководства не было. Однако вопросы возникли у сотрудников полиции. Они очень спешили их задать и только при личной встрече. Она состоялась, и теперь потеря работы для двух мужчин кажется не самым печальным исходом. Александр Белогуров разбирался. Она стала, как вы знаете, как захолдованной. Я ей говорю, ты деньги не давай. Не давай, а я уже отдала 100 тысяч. Эта запись камеры наблюдения легла в основу уголовного дела о мошенничестве. 8 секунд, которые изменили. Благосостояние Читинской пенсионерки не в лучшую сторону. Женщина вспоминает, все началось со звонка. По телефону мужчина представился следователем и сообщил, невестка пожилой женщины виновата в серьезном ДТП. Попросил он меня собрать ей вещи, вложить деньги, какие я имею. Мужской голос обещал, если пенсионерка сделает все, как ей велят, то родственница избежит уголовного наказания. Пожилая женщина поспешила все исполнить. Вскоре на пороге квартиры пенсионерки появился мужчина, который забрал пакет с вещами и деньгами. А еще спустя некоторое время женщина сделала то, что надо было сделать с самого начала. Она позвонила своей невестке и узнала, что же на самом деле произошло. А произошло следующее. Пенсионерку обманули мошенники. Стражи порядка немедленно приступили к поиску аферистов. И вскоре мужчина, который забрал деньги у пожилой женщины, уже давал показания. Правоохранители задержали и его подельника. На двоих они успели навестить 10 пенсионеров. Оба признались, работу криминальных курьеров нашли через интернет. Забрал где-то заказов 8, примерно не помню. Человек написал, типа, ищу людей по всей Российской Федерации, все города, типа, подработка, легкие деньги. Всего злоумышленники забрали у пенсионеров и перевели своим работодателям более 2,5 миллионов рублей. От каждой похищенной суммы курьеры получали свои 10%. 100 тысяч, которые отдала мошенникам эта женщина, полицейские успели изъять и вернуть владелица. Стражи порядка устанавливают организаторов схемы, а курьеры ждут суда за мошенничество.